Добрый день, и в эфире Деловой понедельник, как всегда, понедельник, и тема сегодняшнего нашего эфира актуальные вызовы и тенденции развития сферы автомобильного бизнеса в Псковской области. А в гостях у нас Фёдор Чуцкаев, предприниматель сферы автомобильного бизнеса, член Псковского регионального отделения Деловой России с недавних пор. Добрый день, Фёдор, здравствуйте. Станислав, здравствуйте. И вот пойдём сразу по вопросам. Значит, расскажите, пожалуйста, как и когда образовалась ваша компания, почему была выбрана именно эта сфера? Наша компания образовалась в 2018 году, автомобильный бизнес, и эта сфера была выбрана, потому что внутри этого направления было интересно подразделение чип-тюнинга и тюнинга автомобилей. В то время эта область была практически не развита в нашем городе. И как вы к этому пришли, почему вдруг решили заниматься автомобилями, возможно, может быть, хобби, какая-то страсть к автомобилям? Личный интерес, самому интерес на автомобиле, по образованию я инженер. И также был интересен процесс чип-тюнинга, как это происходит, за счёт чего прибавляется мощность. Хотелось самому понять и в этом разобраться. У вас такой хороший пример, наверное, слегка франшизного бизнеса, потому что, скажем так, центр вашей компании находится, наверное, в городе Москве, насколько я понимаю, насколько разбираюсь. Да, всё верно. Мы подписали договор, мой коллега Александр подписал договор с организацией Seven Force. Они являются лидерами в этой области, производят прошивки для всех современных автомобилей. И мы начали работать с ними по франшизе. Ну, это действительно так, да. Насколько всем известно, я тоже ваговод и не раз обслуживался в Москве у ваших коллег. С чего вы начинали и как удалось, чего именно достичь на данный момент, какие есть успехи у вашей компании? Потому что, напомните, сколько лет вы уже на рынке представлены? Пятый год на рынке мы представлены. Начинали мы с небольшого помещения площадью около 50 квадратных метров. Это был гаражный кооператив, который находится недалеко от военкомата. Спустя полтора года мы переехали в помещение автоколонны 11-20, где сейчас находится официальный дилер Шкода. Работали с ними в одном здании. Занимали площадь уже порядка 220 квадратных метров. И спустя еще два года переехали на улицу Алмазную в новые помещения, которые были недавно. Одно было построено, другое отреставрировано полностью. На текущий день наша компания занимает площадь уже в 700 квадратных метров. И численность нашей организации 15 человек на сегодняшний день. То есть ваша компания постоянно развивается, переезжает, куда-то растет. А вот в таком случае мне интересно, на самом деле, вы к бизнесу относитесь как к работе или больше как к хобби и с удовольствием едете, так сказать, на работу? Вообще изначально это как было хобби, личный интерес. Но, естественно, есть сопутствующие вопросы, которые приходится решать именно как в работе, как в бизнесе, которых нельзя избежать. Поэтому разный подход. Это весьма интересно. Я рекомендую всем предпринимателям, конечно, заниматься именно тем бизнесом, к которому можно относиться, в том числе и как к хобби. Тогда результаты, как-то со стороны наблюдая, получаются кратно выше, нежели если люди занимаются нелюбимым делом, но у них получается с этого зарабатывать. А вот скажите, у вас такой автомобильный сервис, по большому счету, и у большинства слушателей это может ассоциироваться с какими-то гаражами или чем-то еще, таким несерьезным. И, как правило, у таких компаний нет ни цели, ничего. А вот именно у вашей компании есть цель? Да. Мы хотим вывести уровень услуг именно в этой сфере. В автосфере сделать эти услуги достаточно высокого качества, чтобы клиенты получали качественный ремонт, хорошие запчасти, и эти работы выполняли действительно квалифицированные сотрудники, которые понимают то, что они делают на 100%. А вот, кстати, насчет запчастей, возникли какие-то проблемы на фоне пандемии, на фоне санкций, или все-таки сейчас беспрепятственно можно обслуживать свой автомобиль? На данный момент препятствий практически нет, но в 2022 году мы столкнулись с большой сложностью, был большой дефицит запчастей, цены на некоторые запчасти выросли до 20 раз. Например, подушка двигателя на Audi A8 стоила порядка 850 тысяч рублей, когда до этого ее стоимость была 50 тысяч рублей. Неплохо. Столкнулись с определенными сложностями. На текущий момент поставщики, видимо, адаптировались, нашли, возможно, какие-то параллельные пути импорта запчастей. Казахстан там, например. Да, на сегодняшний день и наличие запчастей, и уровень цен уже пришли в норму. Ну, честно сказать, да, на самом деле, обслуживая свой автомобиль, я обратился к начальнику Федору, и там ребята не справились, да, это не реклама, а к Федору приехал, сломали два ключа, но все-таки раскрутили подшипник. Ну, задача была открутить в любом случае, несмотря ни на что. Ну, да, типа того. А какие услуги вы еще предлагаете своим клиентам, да, то есть какой вот у вас спектр? Это спектр достаточно широкий, насколько я понимаю, у вас там еще и детейлинг, наверное, да? Да, в прошлом году при переезде на улицу Алмазную и при значительном расширении мы также еще открыли детейлинг. Что касается детейлинга, мы предоставляем сейчас полный спектр услуг, чтобы наши клиенты могли поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии, как внешне, так и внутри. Что касается автосервиса, производится весь механический ремонт, начиная от замены колодок, масел и фильтров и заканчивая полными переборками двигателя, ремонта турбин, настройки блоков управления двигателей. Кстати, а вот что касается детейлинга, да, просто я еще и член Комитета химической промышленности деловой России, именно на федеральном уровне. Какие-то проблемы появились вот с расходниками, возможно, с какой-то автомобильной химией или, в принципе, это у нас и так в стране все производится? Большинство химии, которые мы сейчас закупаем, производится у нас в стране. Есть некоторые позиции, но это больше исключения, которые на сегодняшний день американского производства. Это керамика там, что-нибудь такое? Да, керамические покрытия, некоторые пасты для полировки. Но в основном это наше производство и проблем с закупом этих материалов нет в данный момент. Ну, то есть, здесь, как и всегда, с американцами разговор простой, видят деньги, продают, да, санкции не проблема? Да, это точно. Кстати, в сфере промышленности такая же история была. На том же наильском швейном объединении, пожалуйста, там идет специальная военная операция, идет пандемия, а почему-то как-то свое оборудование они ввозят и почему-то даже обучением наших сотрудников занимаются. Поэтому, как говорится, на словах продолжать не буду. Чем отличается детейлинг от обычной мойки? Детейлинг от обычной мойки отличается в первую очередь персоналом. То есть, на обычной мойке работает мойщик, но в детейлинге детейлер. Сейчас более подробно объясню. У мойщика знания и арсенал, которым он может решать поставленные перед ним задачи. Ну, это, грубо говоря, там вода, пена, одна тряпка для кузова, вторая для всего остального. В детейлинге этот спектр намного шире. Во-первых, детейлер может распознать характер загрязнения. Все загрязнения делятся на органические и неорганические. Далее подобрать соответствующий состав. У нас на данный момент около 15 составов. Это которые мы используем на постоянной основе практически ежедневно. Также требуется во многих ситуациях подобрать и концентрацию данного состава, чтобы удалить максимально эффективное загрязнение, не повредив поверхность. Лакокрасочную, если мы говорим про кузов, если мы говорим про салон, это может быть пластик, полимерные материалы, кожа, текстиль. Кстати, вот еще хотел спросить, получается, вы сами меня натолкнули на этот вопрос, чем отличается детейлер от автомойщика. Вот с кем из предпринимателей не поговоришь, да, из Псковской области все отмечают одну ярую проблему, когда задаешь вопросом, будешь ли там свой бизнес расширять, какие у тебя планы на будущее и так далее. Все говорят, ну да, я бы хотел бизнес расширить, но вот кадровая проблема, она там острая. А у вас как дела с кадрами обстоят? Дефицит, профицит? На самом деле, я тут полностью согласен, проблема с кадрами существует за последние 4 месяца, что касается именно детейлинга, наверное, порядка 25 сотрудников я рассмотрел и каких-то поменял. Действительно, не хватает квалифицированных кадров раз и не хватает просто молодых ребят с энтузиазмом, готовых работать. У тебя работают, да, интересно, как я понял, там и вариабельность различия услуг, спектр высокий, да, почему бы и не разобраться, почему бы и не поработать. Хорошо, но вот чем еще отличается автомойка, да, детейлинга, наверное, еще и портретом потенциального клиента, да, наверняка это разные люди, те, кто приезжают на детейлинг, и те, кто приезжают на автомойку. Вот какая у вас целевая аудитория, кто к вам ездит? Может, кто-то там из знаменитых людей Пскова? В том числе они тоже у нас есть. Ну, существует такое мнение в обществе, что детейлинг – это только для очень крутых тачек или это очень дорого. На самом деле наш потенциальный клиент – тот, кто действительно любит свой автомобиль, кто хочет содержать свой автомобиль в идеальной чистоте и кому важны детали. Ну, допустим, приведу простой пример. На обычной мойке человек приехал, снаружи там помыли, там чуть-чуть в колесах грязь осталась, в арках грязь, там не дотерли где-то уголок, еще что-то. Если человеку это не важно, он может воспользоваться услугами обычной мойки. Если он хочет, чтобы прям все было до идеала доведено, в этом случае он может воспользоваться нашими услугами. У нас есть различные примеры, к нам ездят и Lada Vesta, Grand, Niva. Такие машины люди у нас моют. А какая самая крутая машина к вам приезжала? Ну, это, наверное, различные премиум кроссоверы, Audi Q8, Range Rover, Porsche Cayenne. Аурус, в общем, не заезжал? Нет, пока что нет. Ну, заедет, я думаю, обязательно. А в чем уникальность именно вашей компании? Наверняка не только у вас, детейлинг у нас там в городе есть. Вот в чем именно вы уникальны? Ну, уникальность нашей компании в первую очередь в клиентоориентированности. Полтора месяца назад мы ввели такую опцию, что по записи мы можем помыть машину абсолютно в любое время. Некоторые люди пользуются этими услугами, так как работают до 9-10 часов вечера и могут помыть автомобиль только в это время. В данный момент круглосуточно у нас работает, помимо моей мойки, еще одна мойка в городе. Вот, и люди записываются, мы абсолютно в любое время можем помыть. Далее. Зачастую бывает, что люди хотят провести достаточно большой комплекс работ. Вот, полировку, керамику, химчистку. Но эти люди не хотят надолго оставаться без автомобиля, так как это их удобство в первую очередь. Бывает, что запланированы дальние поездки или вообще нет возможности выполнять свои дела без автомобиля. В этих случаях мы делаем достаточно большие комплексы работ в сжатые сроки. Над одним автомобилем работает по 2-3 человека. Я же думал, скажете, подменный автомобиль даете. Было интересно, что это за автомобиль. Пока что были такие мысли. Пока что не доросли до этого уровня. Есть к чему стремиться. На данный момент стараемся максимально быстро выполнить работы. Обычно получается в течение суток выполнить полный комплекс работ и вернуть автомобиль владельцу. Хотелось бы еще задать вам вопрос. По прошлому году очень большое количество бизнесов в различных сферах очень сильно качнуло в 2022 году. А вот с чем именно вам пришлось столкнуться в 2022 году? Или в принципе как работали, так и работали? В принципе, что касается именно автосервиса, потому что детейлинга еще тогда у нас не было. Люди как ремонтировали машины, так и продолжали их ремонтировать. Единственное, из-за сильного повышения цен на запчасти, если до этого люди приезжали и говорили, делаем абсолютно все, что требуется, то сейчас уже многие начали подходить к этому вопросу избирательно, менять только самое необходимое, то, что требует уже вот прям немедленной замены или, как правило, даже уже там просрочен срок технического обслуживания. Ну да, согласен. А смотрите, 22-й год уже прошел, а вот сейчас уже начался 23-й год, закончился первый квартал, уже новая реальность. И сейчас есть какие-то проблемы или, в принципе, все гладко, все ровно? Ну, в данный момент все достаточно благоприятно. Ну, можно отметить общую низкую покупательскую способность нашего псковского населения. Многие люди, которые к нам приезжают, они хотели бы воспользоваться различными нашими услугами, поменять запчасти, сделать более дорогостоящий ремонт, но не всегда у людей есть финансовая возможность это реализовать. Федор, а вот вы такой отличный пример молодого предпринимателя, да, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, а вот вы какими-нибудь мерами поддержки от государства там или от нашего региона уже пользовались как предприниматели или, в принципе, недостаточно осведомлены и все самостоятельно делаете за свой счет? На данный момент все делаю за свой счет. Да, считаю, что недостаточно осведомлен различными программами. Слышал о их существовании. Даже есть несколько примеров не прямых знакомых, а через человека, знакомых-знакомых, кто получал определенную поддержку на развитие бизнеса, что это действительно работает и есть реальная возможность это получить. Для себя рассматривал получение субсидий в размере 350 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса, но по определенным причинам бухгалтер мне сказал, что для меня это уже, скорее всего, недоступно, так как у меня уже есть определенный уровень дохода. Мы работаем уже большое количество времени, то есть не являемся прям начинающими предпринимателями. Те, кто только в самом начале своего пути, не имеют еще стабильного, достаточного заработка, могут воспользоваться этим предложением. В вашем случае рекомендую рассмотреть, либо тем предпринимателям, кто как Федор работает, работает и ни разу еще в фонд «Центр мой бизнес» не обращался, в фонд поддержки предпринимательства, там у вас и займы доступны на льготном проценте, и можно получить софинансирование на рекламу, которое как раз-таки малый бизнес должен быть крайне заинтересован, чтобы было все больше и больше клиентов. И тогда перейдем к следующему вопросу. Что касается кадрового потенциала, кадровой политики, как вы подбираете команду, на какие качества людей делаете акцент при приеме сотрудников, расскажите про свою команду сейчас, как долго ее приходилось собирать, как долго приходилось срабатываться, потому что это, наверное, все такие вопросы, которые интересны другим предпринимателям. Послушайте. Смотрите, работа по сбору команды, я бы сказал, что она не останавливается. Никогда. Никогда. Это постоянный процесс. Мы всегда готовы работать с квалифицированными сотрудниками, поэтому этот процесс не останавливается у нас никогда. У нас выложено объявление, что требуются сотрудники на различные должности. В данный момент, что касается детейлинга, у нас работают два администратора и шесть мойщиков. Что касается сервиса, один главный механик и четыре обычных механика. При приеме на работу, в первую очередь, мы смотрим на желание работать, чтобы у человека было искреннее желание работать именно в этой сфере. Второе. Конечно, необходима компетенция. Компетенция, чтобы этот человек понимал, что он делает, и желателен опыт. Были случаи, когда к нам приходили ребята без опыта, но с большим желанием. Таких мы всегда приветствуем, их помогаем, ставим уже в пару к более опытному сотруднику. При большом желании эти ребята достаточно быстро получают знания, впитывают информацию и спустя уже некоторое время способны сами выполнять первоочередные задачи. Также я бы хотел отметить уровень ответственности. Что я ценю в своих сотрудниках, это уровень ответственности. Потому что, когда они понимают, что у них он есть, они отвечают полностью за автомобиль, с которым они работают. Естественно, они эти работы будут проводить бережно, аккуратно, стараясь ничего не испортить, не сломать, понимая, что в случае чего именно они будут отвечать за это. Ну, уровень ответственности, да, в вашей сфере, на первый взгляд, казался бы маленьким, а так, на самом деле, все-таки безопасность людей, там можно что-нибудь не так скрутить, да, автомобиль выйдет из строя, в движении, и потом все, пиши пропало, приехали. И буквально в прошлом году у нас был случай, мы проводили небольшой ремонт турбокомпрессора на автомобиле, после чего производили настройку двигателя. Спустя какое-то время данный мотор вышел из строя, было проведено снятие и вскрытие мотора в присутствии экспертов. Никто, ни один из экспертов не назвал точную причину или какие наши действия могли привести к неисправности данного двигателя. Точная причина была не выяснена, но так как мы ценим своих клиентов и наши клиенты правы, наша организация с высоким уровнем ответственности, мы собрали полностью новый мотор за счет организации. Появил клиенту, да, в случае, если у него мотор подходил. Более 200 тысяч пробегов было на автомобиле. Ну, тем более, я думаю, что дело было как раз-таки именно в самом моторе, особенно с учетом того, какого качества сейчас автомобили вообще, в принципе, у нас тут передвигаются. Скажите, пожалуйста, а как вы именно продвигаете, рекламируете свой бизнес? Понятно, что сейчас-то вы, понятное дело, в прямом эфире этим занимаетесь. Но, тем не менее, вот в целом, где вы ищете клиентов? Это может быть сарафанное радио, или это может быть социальные сети? Что лучше сейчас работает? Или может быть авито, да, кто-то на авито, наверное, автосервис ищет? По опросу своих клиентов, самая популярная, самую большую часть клиентов нам приносит в данный момент наружная реклама. Это световые вывески, реклама на билбордах. За счет этого мы получаем больше половины наших клиентов. Второе, по эффективности, это Яндекс. Многие наши клиенты ищут решение своих проблем в Яндексе. То есть, это Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор. Там возможно размещение как на платной, так и на бесплатной основе. Размещение на бесплатной основе работает очень хорошо. Пускай никто не думает, что если это без денег, то там никто меня никогда не увидит, не прорекламирует. Нет, Яндекс достаточно хорошо рекламирует бизнес даже на бесплатной основе. То есть, по большому счету, такая большая социальная ответственность у компании Яндекс перед предпринимателями, потому что, ну на самом деле, лично я тоже все еще в навигаторе, как бы это смешно не было. Да. Также разрабатываются индивидуальные рекламные компании. Допустим, для детейлинга были разработаны подарочные сертификаты на наружную мойку, которые раздавались в индивидуальном порядке нашим потенциальным клиентам, чтобы люди могли первый раз приехать, помыться бесплатно за счет нашей организации, для ознакомления, посмотреть, как мы работаем, какая у нас обстановка, познакомиться с нашим персоналом и далее уже принять решение оставаться нашими клиентами или нет. Вот это, кстати, классная идея для всех бизнесменов, да, вот именно давать, пощупать свой продукт именно за бесплатно, особенно если целевая аудитория, многие, кто этот инструмент забывает и не пользуется, так что, коллеги предприниматели, вам на заметку. А что касается клиента ориентированности, да, вот общаетесь вот именно лично вы с клиентом напрямую, потому что сейчас такое веяние от последних 2-3 года пошло, что личный бренд очень многое значит, очень многое решает. Вот именно вы, как лицо компании, непосредственно сами с клиентами общаетесь, или все-таки вы это уже давно отдали там ответственным сотрудникам? Смотрите, что касается непосредственно приема выдачи автомобилей согласования работ, здесь общаются напрямую администраторы, они квалифицированные, с грамотной речью, решают иногда некоторые вопросы и нюансы. Но я со своими клиентами также общаюсь достаточно плотно, периодически, когда присутствую в детейлинге лично, а также по вечерам у меня есть база клиентов, которые были за сегодня, в сегодняшний день, 3-5 новых клиентов, я обзваниваю практически ежедневно, у меня есть к ним ряд вопросов. Это вопросы, связанные с качеством наших услуг, все ли их устраивает в качестве наших услуг, также вопросы, откуда они нашли информацию о нас, еще один интересный вопрос, который я им задаю, как вы вообще ищите информацию, когда у вас возникает такая проблема? То есть надо помыть автомобиль, где я смотрю информацию, надо отремонтировать автомобиль, где клиент смотрит информацию, потому что очень логично размещать свою информацию там, где ее смотрят наши клиенты. Во-вторых, поскольку мы делаем этот продукт для наших клиентов, мы всегда у них спрашиваем, может быть, вы сами что-то можете нам предложить, улучшить какую-то услугу, ввести какие-то новые услуги, допустим, поставить там кофе, кулер в зоне ожидания, но сейчас это у нас уже все сделано, поставить дополнительный обогреватель, если зимой холодно. То есть я нахожусь в постоянном контакте со своими клиентами, какие-то улучшения, модернизации, корректировки у нас постоянно происходят, в связи с тем, как клиенты дают нам рекомендации. То есть правильно я понимаю, человек приехал к вам, воспользовался вашей услугой, да, это я сейчас так, в общем, именно на все сферы бизнеса пытаюсь распространить. И после того, как он воспользовался вашей услугой, вы через некоторое время звоните и спрашиваете у него «Добрый день, все ли вам понравилось, может быть, есть какие-то замечания и так далее», и тому подобное. То есть занимаетесь послепродажной работой. Да, послепродажной работой. Есть определенные моменты, которые я знаю, что, допустим, какой-то мойщик может чуть-чуть плохо продуть зеркала. Если я вижу, что он выполнял эти работы, я делаю акцент на продувку автомобиля. То есть и вот эти вот моменты подтягиваем к качеству постоянно. На самом деле, это вот один из самых мощнейших инструментов, про который весь там малый и средний бизнес напрочь забыл, и никто этим не пользуется, потому что, ну, я вот что-то впервые там за последние полтора-два года услышал про этот инструмент снова, и какими бы услугами и где я не пользовался, и что бы я не покупал, ну, почему-то мне никто не звонил спустя неделю и не спрашивал, понравилось мне, что ли, не понравилось, приеду ли я снова там и так далее, что улучшить. Поэтому это тоже предпринимателям на заметку, какой-то у нас сегодня поучительный эфир уже пошел. Хорошо. А если вот вы звоните, и клиент остался недоволен, допустим, ну, при этом, может быть, он слегка привирает, ведь все мы такие люди, да, особенности, как в сфере общепита, попробуй угоди, да, как я выяснил в последнее время, всем, отвечать требованиям всех людей достаточно сложно в сфере услуг. Да, здесь я с вами соглашусь, но я всегда заведомо верю своему клиенту, у него нету никаких причин меня обманывать или вводить в заблуждение, именно с этой позиции я рассматриваю все обращения. Да, конечно, бывают случаи, когда клиенты недовольны, либо качеством оказания услуг, либо они были оказаны не в полной мере. в этом случае предпринимается ряд действий, чтобы наш клиент по итогу все-таки остался максимально довольным. мы несем и гарантийные обязательства, мы можем, предлагаются работы переделать, предлагаются какие-то бонусные работы, которые организация выполнит за свой счет, подарочные сертификаты даются, ну, предоставляется достаточно большой спектр, и клиент уже сам может выбрать, допустим, ну, сделайте мне вот это, или там небольшую химчистку там сделать, тут чуть-чуть подполируйте. Вот. Итоговая наша цель, чтобы любой клиент от нас уехал довольным, и чтобы он вернулся к нам еще раз. Ну, вот, прямо такой неодинарный предприниматель, который реально топит за качество, да, еще раз повторюсь, это не реклама, сам пользовался, на самом деле остался доволен. Что бы вы хотели сказать, не, наверное, давайте на общей теме поговорим, а что бы вы хотели сказать молодым предпринимателям, да, которые только-только задумываются об открытии своего бизнеса, потому что вы уже этот путь прошли, я так понимаю, от и до, и кратно выросли, и в численности сотрудников, и там многое пережили, я думаю, были и взлеты, и падения, как у любых предпринимателей. Что бы вы посоветовали молодым предпринимателям, вот, если у них есть желание открыть свой бизнес, с чего им начать, как не допустить ошибок, возможно, очень важен на данный момент в такое тяжелое для экономики время, институт наставничества, да, или там, может быть, очень важно вот иметь отношение, возможно, там, к деловым сообществам, да, чтобы не повторять те ошибки, которые там, что я, что вы, что наши коллеги уже допустили. Ну, смотрите, по поводу грубых ошибок, вот это, наверное, с этого начало, чтобы избежать грубых ошибок, конечно, нужны базовые знания в бизнесе, базовые знания, если есть возможность какого-то наставничества, тогда этот процесс будет, процесс развития будет идти кратно-кратно быстрее, вот, это я бы всем рекомендовал, но можно самому набивать шишки, да, проходить от нуля, можно воспользоваться уже существующим опытом, которого достаточно, есть и литература, личные наставники, общественные организации, которые могут поддержать как в информационном плане, так и в финансовом, как мы сейчас это выяснили, вот. Первое, с чего бы я посоветовал начать, это составление элементарной бизнес-модели буквально на салфетке, то есть понять, есть ли вообще в этом рынке деньги, потенциальная прибыль, потенциальные расходы, потому что большинство бизнес-идей, которые были у меня, при просчете в течение пяти минут уже было понимание, что нет смысла этот бизнес начинать, так как там максимальная прибыль может составить 50 тысяч рублей в лучшем случае, а если не очень все хорошо пойдет, то вообще этот бизнес будет работать в ноль или в минус, то есть нет даже смысла его начинать. Ну, потому что есть глобальный рынок, да, и попробуй там в том же швейном каком-то деле взять и переплюнуть Китай. Да. Это практически невозможно. Да, здесь я с вами соглашусь. И, наверное, тоже от себя добавлю, что дорогие, любимые, уважаемые, молодые предприниматели, ищите такие вот сферы более узкие, где, как Федор, между прочим, любит говорить, можно сделать неконкурентное, уникальное предложение для того, чтобы какую-то долю на рынке занять. Да. Или как там правильно? Внеконкурентное предложение. Да, внеконкурентное предложение. Что ж, Федор, на этой прекрасной ноте мне хотелось бы поблагодарить за такой прекрасный эфир, поблагодарить радиослушателей за то, что дослушали нас до конца. Вот рекомендую прислушаться к предпоследнему нашему вопросу и нашим рекомендациям, а также, конечно же, мы всегда на связи, готовы оказать помощь, поддержку молодым предпринимателям. Думаю, что Федор возьмет на себя шефство в нашем Сковском региональном отделении «Деловая Россия» и будет развивать именно молодежное предпринимательство и еще кое-какой комитет. Да, надеюсь, что это все получится. С большим удовольствием готов приступить к этой работе. Все, спасибо, до новых встреч. Я думаю, не прощаемся. У нас еще в студии побываете не раз. Да. До свидания. До свидания. Продолжение следует...